И будем щедрыми, потому что Бог дает семя, друзья, Писание говорит, сеющему, не кушающему, не тот, кто кушает, съедает это семя, а тот, кто сеет его для того, чтобы оно умножалось. Поэтому давайте будем людьми сеющими. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты сам заботишься о нас, за то, что Ты даешь каждому из нас семя и даешь возможность приумножения. И Ты сказал, кто щедро сеет, тот щедро и пожинает. Дай нам быть щедрыми, щедрыми всегда, Господь, чтобы наше сердце, оно с легкостью расставалось с тем, что нам не принадлежит, потому что Ты сделал нас управляющими. И дай нам относиться к нашим финансам, как не к своим, а как к тому, что Ты дал нам для того, чтобы мы мудро управляли ими. Во имя Иисуса молился я Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Господь, мы просим Тебя, используй нас, мы Твои, Господь. Сын Бога живого, направь меня к Себе. Дух правый, прошу я, Ты обнови во мне. Не страшно мне больше, ведь Ты со мной везде. У трона стою я, молюсь, мой Бог, Тебе. Используй меня, Бог, я весь Твой. Используй меня, Бог, я весь Твой. Используй меня, Бог, я весь Твой. Я доверяю жизнь свою. Тебе я отдам во всем. Награды, пенцы, мои все достижения. Расслабят лишь Тебя. Используй меня, Бог, я весь Твой. 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 Я доверяю жизнь свою, ой, Иисус. Заверяю Тебе, Господь. Ты тот, кто правдал, Господь. Ты исцеляешь в сердце. И мы Твоим Богом в Твоих руках. Ты оправдал, ты оправдал, я сейчас чистый, скажи, Господь. Ты искупил, ты искупил, я сейчас Твой, я весь Твой. Не отлучи, не отлучи нас от Тебя. Восхищен тобой, мой Бог, я только Твой. Ты оправдал, ты оправдал, я сейчас чистый, ой, да. Ты искупил, ты искупил, я сейчас Твой, я весь Твой. Не отлучи, не отлучи нас от Тебя. Скажи, Бог мой, спас еще Твой, мой Бог, я только Твой. Не отлучся, не отлучи нас от Твой, я весь Твой. Я доверяю жизнь свою, если ты хочешь, скажи на дно. Используй меня, Бог, я безхода. Используй меня, Бог, я безход. Используй меня, Бог, я безход. Я доверяю жизнь свою, если ты хочешь, скажи на дно. Используй меня, Бог, я безход. Используй меня, Бог, я безход. Используй меня, Бог, я безход. Я доверяю жизнь свою, если ты хочешь, скажи на дно. Используй меня, Бог, я безход. 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 Господь Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты заботишься о нас Благослови сегодняшнее служение, Ты уже благословил нас, Господи Но пусть Твой Дух могущественно действует, касаясь наших сердец Изменяя на свой образ и подобие И пусть слава Твоя сойдет, Господь Спасибо Тебе за все, великий наш Господь Иисус И все любящие Господа доскажут Аминь Давай дадим аплодисменты Богу, который достоин по-настоящему аплодисментов И после этого, пожалуйста, присаживайтесь Обнимите кого-то, скажите спасибо Прославление здорово Здорово прославлять Господа вместе Аминь, слава Господу Я впервые у вас в гостях Такая чудесная церковь, добродушные пастора Поселили нас в самом лучшем месте И как пастор Олег вчера спросил у меня Ты, говорит, был в Сочи? Я говорю, ну, был, был давно В 88-м году Он говорит, тогда ты не был в Сочи Я говорю, ну ладно, хорошо, тогда я не был в Сочи Я был проездом на самом деле несколько раз Но у вас в церкви я впервые С пастором Олегом мы знакомы, ну, лет 8 точно, да? Может быть, около этого, может, чуть поменьше, побольше Я не знаю, кто считал Кто считал Ну, когда он был пастором в Коломне То есть тогда вот мы познакомились И как-то вот наша дружба развивается и продолжает идти Спасибо за приглашение огромное То есть для нас это честь Да, спасибо большое И мы приехали с супругой, с Надеждой У нас еще сын есть Ну, взрослый уже, парень, 22 года Я, думаешь, 22, вроде такой еще небольшой Сам думаешь, 22, я-то вообще сильно взрослый был Я в 16 уже сильно взрослый был Не то, что там, или в 14 уже курил вовсю То есть, как я иногда говорил, Надежда говорит, сына, говорю Знаешь, что папа делал? Я говорю, уже пил и курил Он говорит, папа дурак, потому что не слушай его Ну, я сам с небольшого города Это город Ачинск, Сибири Там вот я вырос, пошел в армию, служил, крестился, родился, начал там церковь Сейчас я живу в Москве Это четвертая церковь, которую я начал То есть, ну, как бы в какой-то мере я переезжаю Надеюсь, это последнее место, куда я переехал Ну, кто ее знает Ну, вот так вот, если в двух словах о себе Слава Иисусу! И с нами, я так понимаю, зрители в эфире Так что добро пожаловать на богослужение Я понимаю, что вы уже давно на этом богослужении Но, тем не менее, очень рады, что вы смотрите нас в эфире Присоединяйтесь И я верю, что Бог благословит вас обильно в этом дне И сегодня я хотел бы взять такую тему Не знаю Это, наверное, уникальная, самая главная тема в христианстве И временами она такая, ну, как Ее не берут, потому что считают, что это само собой разумеется Это любовь Божья И если вы прочитаете Евангелие Таана 3,16 Вы помните, что там написано Ибо так Бог возлюбил мир И дальше отдал своего сына То есть, и вот, когда мы говорим об этой любви Иногда мы не до конца оцениваем вот силу того, что Бог сделал Силу вот этой вот даже не сделал, а вот силу вот этой любви Интересно, если взять и убрать любовь из христианства Что у нас останется? У нас получится религия, которая не отличается от каких-то других религий Мусульманской религии Извините, что, может быть, вашу веру религией называю Не обижайтесь, но как-то, чтобы обозначиться Или от буддизма Почему? Потому что там нету любви То есть, в каждой религии, если ты выполняешь Ты правильно ведешь себя перед Богом Ну, тебе награда положена Ведешь себя плохо, ну, сам знаешь, что положено Так вот, христианство вот этим и отличается Я был на одной проповеди много лет назад И проповедник рассказывал об одном буддистском монахе Это был период, когда на Тибете Не было, вот, как сказать, свободы вероисповедания Там был буддизм И вот он был настолько посвященным человеком, монахом Что ему дали Новый Завет, чтобы прочитать этот Новый Завет И вот, чтобы он мог потом эффективно бороться с христианской ересью И вот он взял этот Новый Завет Свои писания, свои талмуды он все хорошо знал И он начал изучать Новый Завет Причем он молился своему Богу, изучал, пытаясь найти вот эти вот несоответствия Но интересно, чем больше он читал Новый Завет Перед ним представала личность На самом деле он ожидал увидеть какой-то свод правил Свод каких-то поступков, как жить или как не жить Но перед ним вырисовывалась личность все ярче и ярче И когда он дочитал Новый Завет до конца Он принял Христа, своего Господа и Спасителя Естественно, что он начал делать? Коль он находится в монастыре, он начал проповедовать своим братьям по вере То есть его выгнали из монастыря То есть его выгнали из монастыря Он стал неким таким, как апостол Павел То есть он проповедовал везде То есть он проповедовал везде Его били, выгоняли И в то время, ну как бы за проповедь Евангелия садили в тюрьму Его садили в тюрьму несколько раз И каждый раз его выгоняли из тюрьмы За что? За то, что люди спасались в тюрьме То есть, его садили в тюрьму, выгоняли, его наломали ноги, его много разбили. То есть, когда ты читаешь послание апостола Павла, очень похоже на него. То есть, и 10 лет продолжает. Он молился, проповедовал, начинал по всем деревням, по всем поселкам, начинал небольшие группы. Интересно, они молились за свободу христианские, чтобы была свобода, чтобы можно было проповедовать. И прошло 10 лет, и ООН надавило на Тибет, и Тибет принял вот это вот решение. Понятно, мы знаем, но что это не ООН, потому что ООН это инструмент, который был в руках Господа. И когда объявили свободность страну, то есть, для любого вероисповедания, они обнаружили вдруг, что 50 тысяч спасенных людей, то есть, церковь в 50 тысяч за 10 лет, пока она находилась в подполье подняра. Что это произвело? Друзья, новая религия? Да нет, это любовь Божия. Это человек, который понял любовь Божию, который осознал, что такое любовь, пошел, который готов был жертвовать, проповедовать, нести эту любовь, то есть, что-то делать. Поэтому, друзья, и часто, когда мы говорим о любви Божией, мы, как сказать, ее всегда приводим, привязываем к Иисусу Христу. Это понятно, почему. Но, на самом деле, когда мы говорим о любви Божией, любовь Божия-то, она была и раньше. Наша доктрина какая? Ну, Бог там где-то был на небе, но, я так расскажу, извините, то есть, не побейте меня камнями сразу, мы уже в Новом Завете, правда ведь? То есть, и Бог где-то находился там на небесах, и вот ему там, вот, любовь его распирала, он решил создать по своему образу и подобию человека, создал его, все классно сделал, потом он с ним встречался, вы помните, в Эдемском саду, и потом человек согрешил, помните, да? И Бог сильно-сильно расстроился, выгнал его из Эдемского сада, ну, это примерно Евангелие, которое мы, ну, мы никогда так себе не рассказываем, ну, примерно представляет, где-то, ну, 90% представляет примерно так его. Потом Бог выгнал из сада, человек ушел, там, размножались люди, увеличивались, потом он еще их потопил, добавил ко всему, ну, чтобы, ну, так, чтобы понятно было, да? То есть, он создал новых людей, потом там от Авраама целую нацию создал, и вдруг в какой-то момент времени, хотя это к Богу не может относиться, потому что он без времени находится, в какой-то момент времени он сказал, слушай, ну, как-то надо спасать, ведь совсем погибнут, то есть, и вот он посылает Иисуса Христа, и вот в этот момент у него появилась любовь, и поэтому мы привязываем обычно к Иисусу Христу. Но на самом деле это же не так. Что нам говорит Писание? Бог есть любовь. Не был любовью, не станет любовью, не стал в момент Иисуса Христа. То есть, когда мы говорим, а, Бог есть любовь, это константа, которая никогда не кончается. То есть, он был в момент, когда он создавал этот мир, он был в тот момент, когда был потоп на земле, он был в тот момент, когда Иисус Христос умирал, Он находится в этом моменте Он будет в вечности Каждый, кто умирал и встречался с Иисусом Христом Они описывают потрясающую любовь Божию То есть ты, говорит, сталкиваешься Имеется в виду, кто воскрес Те, которые умерли, сто процентов Они встретились, пережили эту любовь Но они рассказывают о той любви Которую они пережили там И как они не хотели возвращаться Если вы посмотрите То есть как это все происходило Вот на сотворение мира К сожалению, Библия описывает довольно скудно Вот этот вот период отрезок времени Всего лишь в трех главах Но если вы подумаете То есть Бог творит землю, творит небо Творит животных, творит деревья Траву и так далее И потом везде говорит Хорошо, хорошо, помните, да И вдруг Он творит человека И вот интересно Не на ком не останавливаться Но от человека объясняется Как было сотворено И там написано, что И насадил Бог в Эдеме Сад на востоке Помните, да То есть там описывается Какие реки были Где что находилось Какие деревья там были Как все было сделано И написано И создал Бог человека Из праха земного Ну не про одного же там Животного так не написано Написано только про нас Про человека И написано И вдумал Господь В лицо его дыхания жизни То есть для меня Это выглядит вот так Что он наклонился И вдумал То есть может быть Это не было так Но по крайней мере Я вижу, что есть Какая-то любовь То есть он взял Часть себя И поместил в нас На что это похоже? Если вы посмотрите Внимательно Это похоже на то Как люди Готовятся к тому Когда они забеременеют Ожидают ребенка Да, они начинают Готовить какие-то там Ну по своим средствам Там где-то побелить Хотя бы комнату По меньшей мере Там покрасить Купить какие-то вещи Если они уже знают Кого они ожидают То есть это так похоже И мы видим Что Бог все это подготавливает И потом Когда человек Появляется Он говорит Весьма хорошо Потом проходит Там не знаю Сколько там Недель Лет Я знаю Вдруг он говорит Ну не совсем хорошо Помните, да? То есть Ну мы не знаем Какой там промежуток времени Но тем не менее Он создает человеку Помощницу Соответствующую ему И мы видим Что есть Некая гармония И потом Человек согрешает И мы видим Вот это вот Обращение К Богу Человеку Он говорит Адам Где ты? То есть Я понимаю Что он знал Где Адам Точно находится Это был наверное Крик Ну что произошло? Почему вот так Вот все закончилось? Сказать Что Бог не знал Этого Что произойдет? Да нет Это неправильно Почему? Потому что Бог в вечности Он знает абсолютно все Но позже Мы видим Такие Как вспышки Такой любви Мы видим Что Ено Ходил перед Богом И не стало его То есть Были какие-то отношения Позже мы видим Ноя Человек Который Ну какие-то отношения Нашел Позже мы видим Авраама И мы видим Вот такие вот Ну как Такие вспышки Мы не видим Такой яркой любви То есть Которая была в начале То есть Ну такие вспышки Но интересно Вот как Давид Помните Да Наверное Это человек Который Вот в Ветхом Завете Больше всего Оставил посланий О любви О своих отношениях Вот он в Псалме восьмом В пятом седьмом стихе Говорит То что есть человек Что ты помнишь его И сын человеческий Что ты посещаешь его Немного ты умолил его Перед ангелами Славу и честью Венчал его Поставил его владыка На делами рук Твоих Все положил под ноги его Это все Писание друзья И вот эти вот стихи Как никакие другие Описывают вот эту вот Любовь Божию Он говорит А что есть человек Насколько ты поднял Этого человека Все писание друзья Оживает Когда мы познаем Эту истину О Боге Вот звезды Цветы Многообразие Это все Ну как бы Это все для нас Вот когда Я как-то тут Может быть полгода назад Начал По осени Начал читать Как устроен Вот эта вот вселенная Какое расстояние От От солнца до земли Там и все такое Интересно Что солнечный свет Идет Идет От солнца До нас 6 минут 20 секунд Со скоростью света Вы поняли Да То есть Скорость света Вот просто подумайте Об этом 300 тысяч километров В секунду То есть Это там Что это за скорость То есть 300 тысяч километров В секунду Я не знаю Ну вот машина идет Со скоростью Ну не знаю Там Ну 150 километров в час Там больше стараются По дорогам нашим Российским Точно не ездить Чтобы вот понять То есть Ну как бы И вот интересно Что диаметр земли 12 тысяч 742 километра По самой большой точке Так вот За одну секунду За одну секунду Если со скоростью света Я бы сейчас Стартанул отсюда Да И решил оббежать Вокруг земли И за одну секунду Я бы оббежал 11 тысяч 772 раза Это вот такое расстояние Одну секунду Свет проходит Так вот Свет до солнца идет 6 минут 20 секунд До ближайшей звезды Которую мы видим Ну солнце Это тоже звезда Но до ближайшей звезды 4 С чем-то 4 световых года То есть Это какие-то Бешеные расстояния Вот этот Млечный путь И все И знаете Все для чего Это было создано Нет Чтобы ты вечером Вышел И сказал Вау Ты скажешь Не это для другого Ну не знаю Мне кажется Что для этого То есть Нету каких-то Других причин Для существа Мог же Бог Просто подвешивать Если Он всемогущий Вот так вот Землю Ну и ничего больше нет Ты вышел Думаешь Вау Какая темнота А так ты говоришь Вау Сколько звезд на небе А сколько цветов Посмотрите Какое многообразие Это все было создано Для нас То есть Если вы подумаете Внимательно Что Бог Он заботится о нас Бог благословляет Нас Мобильно То есть Если вы посмотрите То есть Ну как бы На его характер Его характер Это любовь Это многообразие Посмотрите Бог в одном месте В Матфея Там вроде как Обращается к нам Но отчасти Можно увидеть Какой его характер Посмотрите Матфея 5 глава 44 стих А я говорю Вам любите врагов ваших Ну вы знаете Благословляйте Благословляйте Проклинающих вас Благотворительного Видящих вас И молитесь За обижающих вас И гонящих вас И дальше 45 стих Да будете Сынами Отца вашего небесного И дальше Он говорит Ибо он повелевает Солнцу своему Восходить над злыми И добрыми Посылает дождь На праведных И неправедных Здесь Иисус говорит О любви Он показывает Его характер Что любовь Божья К нам не изменяется В тот момент Когда мы спасаемся Просто мы принимаем Эту любовь Божью То есть он продолжает Любить нас То есть почему Потому что Любовь Божью То есть он возлюбил нас Прежде чем мы пришли К Христу Когда мы были еще Грешниками Вот что говорит Писание Любовь будет Искать возможности Каким-то образом Ну как бы Прорваться к нам Это знаете С чем сравнивается Это с водой То есть вода Она Ну вот такое вот Состояние Что что бы ты с ней ни делал Она будет искать Стремиться туда К центру земли Если ты перекроешь ее плотиной Она прорвет эту плотину Или перельется Через нее Или обойдет Вылишь на землю Она уйдет под землю И вот примерно То же самое с любовью То есть Если на самом деле Бог есть любовь Тогда эта любовь Будет искать всегда Выражение к нам Если вы подумаете В нашей жизни Таких выражений Но любви Божьей Было очень много Посмотрите Книга Осия 11 глава 3-4 стих Здесь обращается К одному колену Израилева Ну довольно интересно Это делается Я сам приучал Ефрема Ходить Носил его на руках Своих А они не осознавали Что я врачевал их Узами человеческими Влек я их Узами любви Был для них Как бы поднимающий Сер мост челюсти И ласковый Подкладывающий Пищу То есть Другими словами То есть Что делает Любящее существо Человек То есть Он старается Каким-то образом Благословить Другого человека Как-то вот передать Как-то эту любовь Выразить Ну вот так оно работает Он пишет по Ефрему Я врачевал их Я поднимал им челюсть Подкладывал им еду А они даже не знали Я смотрел Один фильм Не помню Как он называется Но много лет назад уже Ну суть фильма Не помню Но там был такой один момент Там был один папаша Который плохо Ну как бы Жил в своей семье Ушел из нее И потом вот В старости у него проснулись Какие-то чувства К ребенку И он пытался Как-то его Встретиться с ним Благословить его Передать ему деньги А сын говорит Папа ты нас оставил Все я не хочу С тобой иметь никаких дел Ну сюжет какой-то Вы наверняка Где-то видели И знаете Что начал делать отец Отец начал делать Через какие-то фирмы Пересылать деньги Так чтобы даже не знали Что это он посылает И спрашивается Если он не знает Откуда пришли Эти деньги Тебе какой В этот плак Он узнает Когда отец умирает Это все открывается И он понимает Что отец на самом деле Любил его Так вот с Богом Что-то подобное Происходит В нашей жизни Если вы подумаете Внимательно То в вашей жизни Были случаи Когда вы точно знаете Что что-то вмешалось Чтобы спасти вас Иногда Бог благословлял Нас так обильно У нас что-то там Шевельнулось Что-то вот Ну неспроста Ну потом думать Да ладно Ну просто вот Пришло и пришло Надо и вообще не думать Но Бог благословляет нас То есть то что вы слышали Сегодня Что ну вот В проповеди о деньгах Что все деньги Которые Бог дает нам Это приходит от Бога Почему? Да просто По одной простой причине Что всякое даяние Доброе Всякий дар совершенный Приходит с небес От Отца Света У которого нету Перемейная То есть все это Приходит от него Я вспоминаю Ну как Ну такой В детстве был случай Где-то на Черном море Не здесь А ближе В ту сторону И мы там У родственников отдыхали И дядька Бабушка Тетка И вот Ну они молодые были Я был Ну такой вот Может быть Мне 7-8 лет было И вот Ну пацаны же Они везде лезут И мы шли И какой-то вот склон Вот я смутно это помню И мне захотелось Прыгнуть на грибок Он без тента Без всего То есть я прыгнул на грибок И грибок пошел в пропасть И мой дядь Ну просто вот так поймал И сказал Держись То есть Ну я не помню Что я там думал То есть Ну я знаю Что я точно не испугался Он взял меня Вытянул Испугались Наверное все Кто это увидел Но я понимаю Что очень часто Божьи ангелы Люди То есть Они заботятся о нас То есть Они постоянно Смотрят за нами Я был в одном В одной церкви проповедовал Пришел на завтрак И там Телевизор То есть И какая-то передача шла Не знаю даже Какой канал Ну что-то утреннее Какие-то болталки Эти все То есть Ну и вот И там показывают Такие истории Ну сначала я даже не понял То есть Как бы машина идет Человек делает шаг И вдруг Отшагивает назад И тут какая-то машина сбивает Она вот так пролетает Человек как будто Должен упасть Что-то ломается Он цепляется И вот Случай 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 Думаю Что это передача такая Меня просто заинтересовало И потом Этот диктор За кадром Он говорит Слова Он говорит Что-то есть во вселенной Что постоянно Заботится о нас Не дает нам погибнуть Иначе От мира Бы ничего не осталось Я думаю Вот чудак Человек Он не знает что ли Кто это говорит Кто это заботится Об этих людях Конечно же Ну конечно же Это Господь Иисус Который заботится о нас Поэтому друзья Ну Вы скажете Ну хорошо А тогда Иисус Христос Причем Друзья Но явление Бога Бога на землю В человеческом образе Это было пиком любви То есть Поймите Его добровольная Мученическая смерть За нас Была демонстрацией Подтверждением Доказательством Выражением Его любви к нам Ну Поймите То есть Вот эта вот Любовь Открылась К нам Стала настолько очевидной Что ее уже больше нельзя было Игнорировать Вот это и есть Любовь То есть Другими словами То есть Бог говорит Ну а что я могу еще показать Я старался Я заботился о вас Я благословлял вас Хранил вас Ну вот И теперь ты не можешь сказать Что это не так Почему Да по одной простой причине Что Иисус Христос Поэтому мы как проповедники Мы несем Весь послание любви О Христе Но это не новая Какая-то любовь Которая появилась Со Христом Иисусом Это любовь Которая была Всегда в вечности Посмотрите Иоанна 1 Иоанна 4.8.9 Написано Кто не любит Тот не познал Бога Потому что Бог есть любовь И дальше написано Любовь Божия К нам открылась Посмотрите Это не появилась любовь Но написано Открылась Любовь Божия К нам открылась В том что Бог Послал в мир Единородного Сына Чтобы мы получили Жизнь через Него Это та любовь Которая окружала нас Сопровождала нас Заботилась от нас Кормила нас Она стала очевидной Ее нельзя было Больше игнорировать То есть Но когда он стал любовью Ну он всегда был любовью Мы должны осознать Эту любовь Божию Не только в Иисусе Христе А вот повсеместную любовь То есть Которая окружает нас И перестать ее игнорировать Потому что К сожалению Мы говорим Это я заработал Вы сегодня эту постановку видели Это я вот так вот Дал образование Моим детям Друзья Ну Помните Когда Иисуса взяли И там Один правитель Он говорит Ты что мне не отвечаешь Ты знаешь что в моей власти Ну как бы Отпустить тебя или нет Он говорит Но в данный момент Не так все просто Как ты считаешь То есть Это не от тебя уже зависит То есть А кому это дано От того это и зависит Любовь Друзья Еще раз повторяюсь Всегда будет искать Возможности самовыражения То есть Как-то проявиться Что делать Вот подумайте Что любящий человек Делает по отношению К любви Не важно Это любимый человек Женщина Мужчина Это ребенок Это друг Это родственник Ну Кого вы любите То есть Потому что Любовь Она многогранна То есть Нельзя ее взять То есть Допустим Я люблю готовить Ну как-то вот Не всегда так было Но последние годы Что-то вот Сошло на меня Такое Люблю готовить И естественно Что я же не только Люблю готовить Я люблю Когда кто-то Это будет есть То есть Смысл готовить Если есть Никто не будет Да То есть Если я один Себе приготовил Поем Поел То есть Если я один Мне даже как-то И неохота Самому себе готовить Так вот Ну Когда я вижу Что человеку нравится То что я приготовил Знаете Я получаю от этого Ну некое Внутреннее Удовлетворение А если еще скажут Слушай Классно Приготовлено Это меня вообще Изнутри Разрывает То есть Но подумайте Господь же примерно Так же чувствует Он все это делает Старается А мы поели И говорим Ну ладно Вроде сегодня Ничего было Ты что Вообще Немножко-то подумай То есть Люди-то старались Для тебя Господь старался А самое лучшее Во всем этом Если кто-то еще скажет А можно еще добавки Это пик всего То есть Многие Многие не понимают Что иногда Бог благословляет Они говорят Ну слава Богу Благословил И слава Богу Да нет Богу нравится Благословляет нас Бог готов И больше дать И нам Сказать Господь ты дал Ну а можно еще Господь скажет Да конечно Вот это мой сын Вот это правильно То есть Дал миллион А можно еще пару То есть Что-то я сразу Не подумал Господь скажет Ты думаешь Ну это наглесть Нет Это не наглость Ребята Это Вы оценили Вот это вот То что вас благословили То есть У нас также есть сын Поймите Он сейчас не с нами живет Но куда бы мы не поехали То есть Там куда-то За границу Если выезжаем Там есть возможность Еще куда-то И мы всегда думаем А чем Что мы можем Отпровести ему То есть Мы может быть И о других думаем Но в первую очередь Мы думаем о нем То есть Потом об остальных Почему Да потому что Это наш сын Мы любим его Поймите То есть Это наш объект любви То есть Так вот Вы Вот вы лично То есть В единственном числе Являетесь Объектом любви Бога То есть Он внимательно смотрит И скажет Ну еще же там Миллионы есть Ну конечно То есть Ну так Он и вмещает По боли Согласитесь То есть Ну это же Господь Немножко вот Ну об этом-то Ну как бы Мы должны думать Любовь Поймите друзья Любовь Не абстрактное Какое-то понятие Оно имеет Физическое выражение То есть Иногда мы думаем Что любовь Это вот такое понятие Которое нельзя потрогать И так далее И знаете Отношение любви Держится на двух столпах Первое Это принятие И второе Отдача Если вот этих вот Двух нету Я не имею ввиду Сейчас подарки И все То есть Но я имею ввиду Когда мы Отвечаем на любовь Или принимаем эту любовь Ну Допустим Ну возьмем Какой-то банальный пример Но юноша ухаживает за девушкой Если она не отвечает взаимностью Что-то может у них состояться Ну Нет Конечно С другой стороны Наоборот То есть Если мы Ну как бы Ну как бы Допустим Девушка Ну какой-то парень понравился Ну не парень А его машина Там Квартира его понравилась И так далее То есть Он пользуется Принимает это все Но она не любит То есть Ну Как бы они вроде И пожениться могут Может И что-то получится Но ничем добрым Это не закончится То есть Когда мы принимаем И когда мы отдаем Притча о блудном сыне Помните эту историю Да Там вообще два сына было Один понял принцип любви Умел принимать То есть А другой сын Не понял этого принципа Поэтому друзья Вот эти вот два Два принципа На которых все держится И друзья Когда мы не принимаем От Бога Потому что Вот в церквях Особенно Это как-то парадоксально Выглядит В некоторых церквях Говорят Ну знаешь Я не достоин Чтобы принять от Бога Я встречал Ну Ну как бы Пары там Или как дружат И там Девушка или парень Говорит Я не достоин ее любви Как ты не достоин Ты уже с ней Значит Тебя определили Как достойна Ты что бредишь-то Зачем То есть Ну как бы Ну нельзя так Поймите Все что хорошее Есть в нашей жизни Это дар Божий Просто мы должны Научиться Это принимать И поэтому Друзья Когда я говорю Любви Божией Можно сказать О это такая Верховная любовь На которой даже Думать нельзя И смотри Друзья Развиваются Отношения любви Только когда Вы принимаете Эту любовь И отдаете Эту любовь О я так люблю Бога Но когда тебя Кто-то хочет Благословить Как ты реагируешь Да вообще хорошо Ну и хорошо Если ты хорошо Реагируешь А если ты начинаешь Ну внутри тебя Что-то сжимается Научитесь принимать Потому что Ну я понимаю Что ты хочешь Так утром Поднял подушку Там лежат деньги И написано От Господа То есть Ну может такое быть То есть Но в большинстве случаев Бог использует Какие-то земные каналы Для того Чтобы нас Благословить Посмотрите Якова 1.17 Еще раз Прочитаю это место Всякое Даяние доброе Всякий дар Совершенный Нисходит свыше От Отца Святого Которая нет изменения И тени перемены То есть Всякий дар Приходит от Господа И вот это вот Ну как бы Мы должны осознать Я понимаю Что в любовь Трудно поверить Потому что Мы полагаемся на закон Нас так учили С детства Хорошо учишься Хорошо ведешь Вот тебе награду Плохо ведешь Вот тебе по заднице Или там В угол поставили И мы вот эту вот Любовь берем И переводим На уровень Христианства На уровень Наших отношений С Богом Ну мы не имеем Права так поступать Хорошо Было такое Когда вы Ну какой бы Пример привести Допустим Вы слушали проповедь Да Пастор Олег Вышел и говорил О том что мы должны Ну духовно жить В течение Только воскресенья Ну каждый день Допустим Поститься Молиться Там Ну изучать Писание Каждый день Вы прямо так поверили Ему И начали В понедельник Все встали Прочитали Библию Помолились Вечером даже помолились Старались не ругаться И вы чувствуете Прямо Вот замечали Нет Как будто Вот что-то внутри Лучше стало Второй день Так же Третий день Вы уже прямо Вот так вот Вот здесь вот Находите Думаете Ну можно же Можно же И вы чувствуете себя Человеком Как бы небеса открываются И вы молитесь И вам как-то так хорошо Господь вас лучше слышит Вы прямо чувствуете Что он лучше слышит И потом Вы въезжаете в пень И вы вот сюда Что-то не помолились С утра Не почитали Библию Потому что спешили И еще наорали На кого Ну вы знаете На кого То есть И вы чувствуете Когда начинаете молиться Как будто И молитва не идет Замечали или нет А почему это происходит Любовь Божия Изменилась к вам В течение Вот этого времени Ну а кто-нибудь Собирался поститься Ну допустим Так Дней 10 Есть такие люди Подождите Рок Вы собирались Не постились Собрались Споститься 10 дней И вот Тут должно Больше быть рок То есть Вы собрались Споститься Ну не важно 7 дней вы собрались Там 3 дня Споститься И вот допустим Вы 7 дней Ну неделю Божественное число Думаю каждый Собирался Неделю поститься И вы поститесь День Два поститесь Три дня Поститесь Четыре Пять И вот здесь Где-то на пятый день Вы выходите Было такое Что вы не до конца Дошли Вот поставили Планку себе Но не допрыгнули До нее Как вы себя чувствовали Скажите Плохо А почему Вы задавали себе вопрос Почему вы чувствуете Себя плохо Вы 5 дней Постились И вы плохо Себя чувствуете Что произошло Да вы поставили Какую-то нереальную Для себя задачу Не то что нереальную Задачу Вы поставили Какую-то задачу Для себя И не выполнили Вы не выполнили Свой закон Свой порядок Который Ну вот был поставлен И поэтому Вы чувствуете себя Вот так вот И тогда вы уже После 5 дней И вы вроде молиться не можете, Господь вроде пообещал и не исполнил, вроде бы хотел сделать и не сделал. Друзья, очень часто мы полагаемся, вот когда мы что-то делаем правильно, мы чувствуем себя героями веры. Так вот, главный вопрос, друзья, христианцы, как вы чувствуете, или вопрос вот так поставлю, сейчас постараюсь сформулировать. Как смотрит на вас Господь, когда вы неправы перед Ним? С любовью. А почему мы себя так чувствуем с любовью? Что-то время закончилось у нас, вроде одна минута осталась. Дорогие друзья, если вы смотрели нас, извините, что я не успел вложиться в это время, попрощаемся с вами, увидимся, может быть, где-то, а может и нет.